подкаст александра гершона и валерия верязкина путь и проявление поэтому как-то продолжается путь он никогда не прекращается и в этом смысле помнишь да когда вот это одна из метафор этого года разница между намадами и домоседами говорили об этом на подкасте про близость вот этот момент на магический модус бытия что вся жизнь это путешествие это можно воспринимать как метафору но некоторых это метафора сильно воплощеннее чем у других потому что это же метафора для тебя я понимаю что она очень важно безусловно но при этом ты домосед формально формально сейчас да разные периоды были был ну как вот если так посмотреть вообще на жизнь да то есть я когда там как я от родителей уехал до 18 жил с родителями но в доме у родителей потом уехал в армию шел и как бы уже туда не возвращался дальше вот началось мое такое вот странствие ну физическое там университет там после армии там то бросил университет переехал в москву какая-то вот эта адаптация к москве вот как раз периоды таких ну как бы более стабильного что ли какого-то более заземленного смотришь когда открыть и жилье есть там какое-то ну вот какая-то формальная такая безопасность защищенность да с этой точки зрения стабильность наверное такое лучшее слово и они сменялись периодами вот когда все более неустойчиво становится то есть вот когда я приехал в москву тоже период собственно таких каких-то движений переселение из одного места в другое и потом я женился и вот на 9 лет тоже опять осел да но опять это квартира не была моей да я ничего ничего как бы вот на этом где же тоже вопрос такой владею ли я чем-то вот мне кажется домоседство оно связано еще с определенным переживанием владения то есть это мое я как бы никто его у меня не отберет или ну отобрать будет трудно и тогда вот это вот чувство стабильности ну как бы это мое это есть куда вернуться и не очень зависит там например ну вот у меня там будут у меня деньги или не будут ближайшее время а просто жилье мое как минимум и меня есть где жить а предположим если арендую квартиру то понятно что при том что это какое-то постоянное ну вот я в 11 лет жил в пиране но мне каждый месяц нужно откуда эти деньги взять а у меня накопление нет никаких вообще и значит все равно это вот эта неустойчивость во времени такая появляется вот в этом вот что это сейчас вот так вот да но месяц за месяц 11 лет и прошли точно так же сейчас я живу здесь да но ей были у меня периоды когда я много ездил простительно вот когда как раз я развелся и там началось такое мы опять странстве и много тогда путешествовали вот с летом во всех этих экзотических так сказать странах востоке на западе где и дома я как раз мало прибыл а когда соответственно не путешествую то тоже как у тебя у меня было много очень живых программ из города в город и соответственно вот это как сказать мне кажется вот это вот чувство номадизма и и оседлости или какой-то вот модус вот так можно назвать модус странствующего человека или оседлого он как бы ну относительно в том смысле что вот оседлый я в чём вот тут еще вопросы как это оседлый я в чём оседлый я в чём оседлый я оседлый я оседлал где оседло да в этом смысле да settle down как это больше знаешь владение квартирой не избавляет от модуса номадизма я тебе честно скажу вот как бы у меня была квартира развелись я ее оставил вот в итоге после долгих пертурбаций это понятно что это то что из этого вышло это квартира в которой сейчас живет дочь в москве то есть вот 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 оно то оно конечно осталось но не в моем владении точно и там уже все давно все давно поменялось вот то есть владение оно никак не не помогает это вот субъективное все-таки переживание там есть определенные маркеры так сказать формальные но в целом ну как бы вот если уж так большому то счету что действительно ну а чем мы можем владеть ну как в каком сам большом таком дистанциальном смысле но мы все мы намады все мы в путешествие через жизнь ну да потому что ничем тут нельзя владеть как вот есть эта дзенская фраза все мне дано но я ничем не владею на смысле что вот не жизнь приходит как данность а зацепиться это не за что в смысле что это может быть формализовано как то конечно но в принципе у меня это отобрать жизнью я имею ввиду достаточно легко будь то не знаю смерть внезапная здоровье там ну какие то разные обстоятельства которые война война да вот сколько она выгоняет людей с места да бедствия всякие там природные тоже ну да но все равно вот то есть мне кажется вот этот момент то есть некая толерантность вот этой не оселости вот к этому на магизму то есть она мне кажется все равно есть не очень у многих людей то есть все равно вот это чувство дома или чувство гнезда или чувство места которым я принадлежу это все-таки гораздо большее эволюционное наследие на мой взгляд ну то есть оно просто больше места среди людей занимает вот и ну это так в этом смысле мы с тобой представляем конечно же в первую очередь по внутреннему переживанию во вторую очередь по внешнему выражению в другую часть спектра прямо нужно понимать что мы в этом смысле маргинал не оседлые маргиналы да ну да да это конечно седлость это чувство принадлежности но с другой стороны получается что вот чем чем более мир становится неустойчив а ведь если говорить о глобальных каких-то переменах ну это там внутри какой-нибудь страны одной даже если эта страна небольшая там Япония например просто вот я знаю там как-то историю Японии более-менее соответственно там были периоды ну там период Хэйян вот этот вот расцвета там по-моему 400 лет у них не было войны то есть очень долго не было войны ну может я вру не 400 наверное меньше вот но долго 400 лет люди не воевали такого не может быть да ну как бы очень долгий период был когда не было войны и настолько все к этому привыкли что действительно вот все по своим местам все хорошо страна замкнута в смысле что внешнего как раз врага нет туда добраться кому-то сложно это завоевать так никого не получилось кроме американцев в итоге но вот пока они вот в средневековье жили там вот у них это было как-то очень закрыто и замкнутое и соответственно могли быть только внутренние войны но вот был долгий период и они как-то так все хорошо у нас все в общем и вот культура там определенная стала развиваться вот эта утонченность и так далее а потом начался этот вот ну вот период самурайства и междоусобных войн этих феодальных и вот эта война всех со всеми ну кланов просто война кланов переделка собственность непрерывная это как раз в течение уже нескольких столетий цифры я не помню но уже несколько столетий просто непрерывные войны и что ну и вот людям нужно как-то с этим иметь дело если посмотрим там на периоды истории вообще любые где угодно ну то есть они меняются то период стабильности и люди вроде как привыкают вот они становятся оседлыми а потом раз и значит какой-то ветер истории их начинает сносить ну вот в российской империи вот это когда революция произошла ну как бы что с людьми произошло и здесь в этом смысле мне кажется намадизм он как-то ближе вот к этой экзистенциальной природе человеческой ну как я говорю что мы живем в неустойчивом мире он он изменчив причем мы сейчас говорим вот сейчас вот мир быстрее меняется и так далее но мне кажется вот если на историю посмотреть или вот я не так давно как-то все это интересовалась тут истории габсбургов вот наших правителей бывших и нашей территории Словении и соответственно вот это вот вся их история это ну а фактически это история Европы да вот средней средней Европы центральной центральной да Европы и это просто непрерывно непрерывно его не эти то кстати они какие-то союзы с эти эти заключили против этих потом наоборот союз этих с этими и вот они вот они воюют и воюют и воюют в общем это непрерывно происходит и тогда получается что а как человеку в этом быть если его все время с места как бы сбивают вот он только прижился его раз оттуда вот сейчас вот тоже мы вроде как привыкли к этому мирному времени вот ну достаточно долго в наших широтах так сказать жили тут в мирном а потом раз вот и все и поехали все поехали украинцы поехали русские поехали все поехали сейчас израильтяне туда-сюда ездят ну то есть как бы намадизм в этом смысле это более гибкое отношение к жизни мне кажется если это внутреннее переживание именно если легче относиться к перемещению но с одной стороны то есть ну мне кажется все таки наш вот здесь мне сложно понять где курица где яйцо то есть то ли изначально наш вот какой-то предрасположенность вполне возможно генетически обусловленная вот к этому задает там пристрастие к определенной картине мира в которой вот это путешествие оно очень значимо и вот и мы не можем тем самым примерить на себя другую картину мира в которой вот я живу в очень устойчивом вот я принадлежу этому месту я принадлежу этому вот вот этой системе отношений в которой я и так далее вот и мы просто в силу своего искажения не можем это увидеть то это но просто другое мироощущение у меня есть такое предположение фантазия естественно по поводу того что есть другое мироощущение вот но и мы выбираем прямо некий источник пул текстов вот то есть пудр как бы пул картин мира других людей вот который подтверждает вот это вот что путь важнее там место куда ты пришел или место откуда ты вышел путь важнее всего вот то есть такое еще можно проспекулировать по поводу перинатальной динамики вот вот в этом смысле и когда я говорю об этом почему я об этом говорю ну во-первых чтобы иметь скромность некую то есть не говорить что вот на магии занимает все на свете вот ну как то вот это такая перспектива вот у нас как то она мы принадлежим она нам принадлежит мы ее осуществляем вот мы так живем это правда возможно другие картины мира наверняка да это даже интересно что они возможны но у нас вот именно это и не то чтобы она нас обуславливает хотя хотя в каком-то смысле да вот но наша задача если уж мы остались вот с таким миром один на один вот как то максимально прожить это вот вот именно этот 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 путь именно эту штуку даже если и для другой картины возможно да вот знаешь если говорить про литературу то я сразу вспомнил вот таких такой был писатель в русской литературе начала двадцатого века Василий Розанов не очень известен известен но это в узких кругах в узких кругах широко известен и вот он писал вот о том как вот это философ да он пишет о том как вот вот этот контакт с бытием он существует когда он там пьет чай с малиной на даче вот это его контакт с бытием вот это максимальный да вот об этом еще хорошо пишет то есть очень точно вербально вот вот про это и это в каком-то смысле противоположно то чему о чем я говорю ну вот то о чем я живу вот но я могу это оценить я согласен с тобой с точки зрения ценностей ну что вот мы мы когда говорим об этом мы говорим с точки зрения действительно ценности что вот как английское слово appreciate да то есть как бы мы это признаем и мы признать и принимаем и принимаем и ценим да мы ценим это а я же сейчас вот просто говорил о том что по сути принятие изменчивости а ведь мы когда мы говорим об ономатизме об этом это принятие изменчивость ну что мир изменчив жизнь изменчив мы живем во времени мы живем сквозь время мы есть это самое время время приносит изменения и поэтому как бы это просто в каком-то смысле удобнее потому что придут такие изменения и тебе будет сложно с этим соотнестись ну вот если этот розанов привык в смысле что он любит пить чай на даче он в этом чувствует вот это самое контакт с бытием какой-то вот глубинный а потом приходит красная и с этой дачи его выгоняют и что и вот я честно говоря не знаю судьбы розанова но он же я тоже не помню жил как раз в период революции то есть скорее всего как-то это на него там оказало действие да и с дачи обычно тех самых буржуиста выгоняли в занятиях да получается что проблема это не в том что он там ценит и это и это плохо не надо ценить а он ценит что достаточно легко разрушимо вот тогда вопрос как сказать широко ли мое бытие вот это ценность что я могу и так а могу и так вот в разных условиях просто в этом смысле я говорю что номадизм он более адаптивен ну с одной стороны да но я бы здесь такой увидел расклад да то есть есть ну условно говоря вот этот спектр можно разложить на три центра да вот есть какой-то такой вот анализм вот это устройство вот я устроился в гнезде бытия очень уютно я любимый птенец бытия вот но потом фигачит что-то и мое гнездо разлетается и все и у меня жизнь она как-то все разлетелось на куски да и другой там я все время лечу нет у меня никакого гнезда вот как-то мой дом это путешествие вот и вот у меня все вот как-то не принадлежит мне никола не двора вот я продолжаю вот это вот куда прилечу как никак и вот невозможно остановиться и так далее это вот две противоположности есть что-то вот некий срединный путь да то есть что мне важно чувствовать вот эту укорененность угнезденность бытии но я точно так же готов к путешествию вот пункт мой в том что я в каком-то смысле я как бы провоцирую отчасти свои путешествия да то есть я их выбираю я их назначаю я я их стимулирую в своей жизни эти изменения вот не просто я с ними встречаюсь потому что они есть я вообще-то к ним стремлюсь на определенном уровне ну понятно что на самом деле все равно там есть баланс устойчивости и подвижности потому что не бывает никакой подвижности безустойчивости и вот предшествует пуш да то есть мое нужно угнездиться для того чтобы куда-то отправиться вот но тем не менее то есть вот это то что я же это разница что между пассивностью такой я встречаю изменения и как-то с ними справляюсь я вообще-то иду в изменения и вот это вот путь да это важно это как раз ну как сказать опять что я про эту ценность да просто если человека нет это их принципе ценности иметь дело с изменениями с изменениями тогда его будет это чаще всего ломать изменения придут неизбежно опять же не обязательно даже они придут вот что его там дом разрушит что его выгонят из дома там так далее это может быть опять в чем вот в чем он чувствует себя домашним в чем он чувствует себя укорененным вот оседлым да вот может быть там здоровье да может быть возраст может быть профессиональная какая-то идентичность это ведь тоже аспект вот какой-то оседлости каких-то темах жизненных каких-то идентичности какой-то и соответственно если у человека нет этой ценности он и не готов к этому он это и не стимулирует потому что действительно для готовности нужно как бы нужно иметь с этим дело то что ты вот там стимулируешь это специально вот это стимулируешь прямо вот физическом перемещении я например считая себя намадом именно по ценностям да вот этим странником я понимаю что я ну вот просто даже смотря на свою жизнь что сегодня я могу зависнуть надолго в одном физически одном месте тогда мне необходимо путешествовать внутри каких-то тем там интересов отношений ну как-то вот двигаться там вот иметь дело с этой изменчивостью времени изменчивостью меня кто-то это все время как-то слушать жизнь отвечать и да как-то стимулировать то есть действовать создавать что-то делать что-то создавая эти изменения тоже их как-то там подталкивая вот вот здесь мне кажется просто имеет смысл тоже расширить это потому что опять мы можем иначе только сузить все вот у нас есть намадство физическое вот мы движемся в пространстве и оседлость физическая но это же мне кажется это вообще про идентичность в первую очередь вот с чем я действительно ассоциируюсь внутренне чувствую себя кем ну тоже знаешь мне кажется все таки идентичность невозможно оторвать от праксиса потому что в том смысле что я могу себя как ролевые игры да то есть человек там в этих ролевых играх он кем-то да себя там представляет я не знаю я не очень я имею ввиду не сексуальные ролевые игры а вообще другие я только специалист сексуально это тоже не моя не моя не моя любимая история вот соответственно вот я это где-то и это вот ну какой-то отдельная просто реальность вот а в повседневной жизни ну я совсем другое вот и и это 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 к тому что все таки идентичность не отрывна от воплощения да от праксисов ну и в этом смысле да хотя тоже я сейчас просто сразу же у меня включается вот этот адвокат дьявола и там ноутей просто у человека такая широкая идентичность она просто многосоставная ну такая биполярная идентичность вот здесь полюс такой здесь полюс такой они плохо связаны друг с другом но это просто такая форма идентичности ну вопрос как страдает человек или нет вот я просто почему сейчас об этой тоже заговорил про про это вот про адаптивность большую адаптивность если мы можем ну как-то быть более ну быть гибче в изменчивом мире а это для меня есть как бы фактически синоним наматство вот этого да ну как бы путешествие сквозь жизнь то есть вне зависимости от места там физического просто я вот буквально на днях разговаривал с клиенткой ну вот собственно у нее запрос она как бы замечает в своей жизни паттерн там такой повторяющийся который в общем-то очень распространен естественно мне кажется это вообще наш человеческий паттерн что вот пока жизнь идет как-то налаженным образом она планирует будущее она его знает она как все все у нее как бы размеренно распланировано ну слышь что она увидит вот будущее видимо в ее воображении понятно она как-то подтверждается да с фактами вот вот планировал случилось планировал случилось поехал там деньги должны прийти пришли там работа продолжается поехал куда-то наметил куда-то поехать поехала билеты есть отель заказала приехала все есть ну то есть какие-то вот мелочи такие вот да все осуществляется и жизнь тогда идет она тогда расцветает в этой жизни она чувствует смысл ценность она занимается творчеством каким-то разным то есть она реализуется в этом реализуется вот главное такое переживание я реализую свою жизнь вот это мой путь потом у нее происходит нечто причем это как в ее личной жизни вот она заболела таким ну серьезным заболеванием и это ее сразу сбивает полностью то есть это ее подавляет она ничего не может делать она силы теряет потом значит как-то выкарабкивается из этой болезни потихонечку но это как бы не та жизнь вот это она не считает это жизнью она считает это вот ну вот собственно выкарабкиваем куда-то вот в ту жизнь которая она должна как бы жить да хочет где она реализуется а тут сразу все сокращается вся ее там реализация все творчество все как бы исчезает вот остается вот это вот только вот лишь бы вот сейчас выжить и выздороветь окей выздоровела там вышел опять на плато опять мне начало все цвести и двигаться и ценить а потом война одна война она связана как многие из нас со всеми этими странами ну просто биографически одна война это ее совершенно сбивает ну как многих из нас совершенно раздавливает просто куда все творчество куда все вот эта жизненность девается вторая война теперь и вот я это просто вижу в своей жизни что есть какие-то вот ситуации где я просто я исчезаю где все исчезает где и вот здесь это проблема я считаю проблема потому что жизнь неизвежно будет приносить такие вот либо в индивидуальной судьбе там болезнь там не знаю всякие там чем-нибудь смерть близкого просто вот не тысячи человек погибли там на войне а вот близкий мой человек погиб вот что с этим и глобальные никуда мы от них не денемся не воины так каким-нибудь он у нас меняется это поднебья как это у нас поднебья у нас в славянском климат поднебья хорошее название да хорошее слово и ну вот и в этом смысле я говорю что а если вот что-то в мое вот если это я считаю что я иду путем вообще каким-то если что-то такое важное что будет осуществляться осуществляться вот при таких радикальных изменениях или вот обязательно меня будет вот сбивать с пути и тогда вот все что я ценил вот самое главное ты понимаешь что она очень много ценила она очень много хотела очень много желала в смысле хотела не хотелки а в реализации и это все сметает причем формально она может много чего из этого по-прежнему осуществлять она внутренне не может и вот вот здесь я про это говорю что когда эта идентичность очень сильно сцеплена с определенностью какой-то определенностью себя определенностью пути определенного образа жизни тогда это становится хрупким и человек страдает просто от этого сам же потому что жизнь неизбежно принесет какие-то события да но вот этот момент прострадания ты прав да что это одна из мер таких что но я опять слышу вот такую адаптации к изменениям я опять слышу в твоих словах некую такую ну такую сидеть и принимать эти изменения реагирования реагирования вместо проактивности а не проактивности вот а я говорю это мы не просто приспосабливаемся мы выруливаем за этом бушующем океане потому что нам нужно доплыть для определенного места пусть этот маршрут будет вот такой вот да там вот это вот что я как бы не просто там приспосабливаюсь к ним я с ними это мои партнеры изменения это мои партнеры это вот партнеры по моему танцу и никак иначе я с ними я точно я им отвечаю или я их как бы вот не просто адаптируюсь а я прокладываю свой путь среди этих изменений да еще вот мне кажется мы говорим об одном и том же просто с двух сторон как бы я говорю о проблематичности вот этой стороны когда мы слишком заскорузлась так сказать в чем-то одном а ты говоришь о самом а как вот да я тоже это имею потому что я как раз и говорю что человек у которого это не знаю в его судьбе как так сложилось в его характере что он по умолчанию это ценит как бы как самодостаточность вот он тогда это делает действительно он тогда берет и делает просто он или сам создает даже провоцирует эти изменения сам сам себя когда замечает что он где-то застрял начинает себя там вынимать куда-то в изменениях создавая кризис в общем-то зачастую специально как-то с такой определенной да и для таких людей в общем-то не нужно это даже объяснять ну слушай что это так происходит это просто образ жизни и это это часть собственно самой личности вот такая а вот как раз проблема у тех кто вот ну они страдают эти люди у кого есть это ну как-то фиксированность достаточно большая вот на определенных обстоятельствах жизни определенном вот взаимодействии с ним вот тут как бы ну например ко мне человек приходит мне нужно попробовать попытаться как-то вот помочь ему или ей увидеть что это просто даже это не фиктивная как бы стратегия жизни в целом понятно что там опять же есть свой характер есть свои особенности но просто так как все-таки жизнь реальность она изменчива как такова вот это это база но видишь то есть есть некоторый момент то есть это разные стратегии для разных людей на мой взгляд все-таки да потому что вот это открытость новому это во многом задаваемая тоже изначальная заданность да то есть что вот один человек способен переносить там 10 процентов изменения другому нужно 50 на самом деле не больше то есть а устойчивости должно быть достаточно ну некое такое того что человек воспринимает как определенность вот это важно да то есть в этом смысле вот вот когда фу то есть вот там все крутится но моя чашечка со мной и это вот мой очаг определенности и вот это нормально вот вот какие-то такие вещи или да вот все бушует мне нужно выработать определенные ритуалы уже в новом месте и они мне соответственно когда я найду все вот эту вот правильную правильную укорененность вот эту вот угнезденность в бытии то все то есть я буду способен действовать в соответствии с большим количеством изменений я помню знаешь наши с тобой но я не буду ее упоминать в смысле конкретно мы знаем это общее наше знакомое я просто у них когда приезжал в москву останавливался часто и я раньше возил с собой чайную доску вот как раз вот в своих этих намадских путешествиях куда бы я ни ехал я ехал вот она большая но ничего я как-то все равно с чайной доской ездил и вот как-то я ставил эту доску и вот приезжаю к ним в гости просто вот ставлю вот и она это обратила внимание а и мое даже я даже как-то сам это не очень осознавал она говорит как ты говорит вот устраиваешь куда-нибудь приедешь там поставил доску и там твой дом и я действительно я понимаю что так и есть вот так и есть вот собственно этот ритуал вот какой-то предмет который вот вот просто я здесь вот теперь это мой дом я здесь чувствую себя и вот это действительно это очень субъективное переживание вот этой устойчивости но как бы может быть фактически на что угодно ну почти там опираться но нет нет там там важно что этот подходит этому человеку и она даже может на самом деле меняться в разных условиях ну вот этот да то есть и при этом у этого но сейчас говорим какой-то таком бытовой ритуальном пути да но этого есть такая трансперсональная составляющая да то есть то что я говорил вот что для меня одно из главных моментов такого укоренения здесь в Португалии было вот это вот открытие что бог Португалии это океан а ну вот вот это у меня есть в нескольких текстах это вот что прямо что это по-моему прямо осенью вот этой как раз что вот бог Португалии это океан это мне пришло потому что это мое любимое место там вот ну или или прошлое даже осень ну как то вот это как инсайт такой да то есть вот эта метафора которая многое объясняет и она меня очень сильно связала я потом рассказываю об этом соответственно я несколько раз разным людям про это рассказываю в том числе рассказываю романовые она вчера как раз позавчера когда мы там празднуем на берегу океана Рождество вот она говорит что я вот пыталась в местные церкви ходить и ничего как то вот не резонирует вообще а потом как то вот услышала это и все и все срезонировало то есть это ну ей тоже это отозвалось и это тоже создало какую-то связь вот с этим местом это вот это переживание переживание описывая этими словами вот она создала вот эту вот ей стало легче она как бы вот тоже укоренилась больше здесь вот то есть это тоже интересно что это не только персональная но и интерперсональная реальность вот вот поэтому и это это другой уровень да то есть это тоже вот это ну укоренение мы говорили до этого там чашечка чайная доска это прямо океан да то есть да это другое маленькая деталь мы с Лешей Каптерем недавно встречались и он сейчас про чайную культуру и он там лекцию сейчас делал это самое про чай почему-то ну вот ну естественно там и вот оказывается чайная доска не обязательно то есть Китай такой большой что во многих местах Китая просто было блюдо там в котором все это там делали и все никакой чайной доски ну я уже давно от чайной доски избавил в смысле что дом у меня есть здесь а когда я езжу я даже чашку не беру я беру только чай а там уж как-нибудь приспособлен да 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 я точно так же но все равно пакет с четырьмя видами чая всегда с собой тоже согласно этой московско-титайской чайной традиции да ну кстати вот по поводу места вот опять это знаешь интересно ну я же тоже очень морской человек в смысле что вот я море я впервые с морем встретился в 18 лет до этого я ну до этого я просто вырос на большой реке на Волге широкая река у нас там 2 километра ширины все равно много воды вот и как-то это мне важно вот был но когда впервые там на море приехал еще был в Советском Союзе в Крым значит и вот значит море и я сразу же как-то почувствовал вот какой-то резонанс что это какая-то моя стихия что это очень как-то дает мне вот больше всего энергии из всех наверное природных вот и там где бы я мог бы долго быть прямо вот откуда не хочешь совершенно там вот ну просто горы я люблю люблю бывать в горах но жить как бы там все-таки наверное нет там как-то постоянно да туда только вот приезжать а потом начнут и жил я в разных местах бывая на море просто вот в своих этих путешествиях часто и вот собственно когда я селился в пиране а там ну получается что море вот с трех сторон фактически вот с трех сторон и ближайшего тридцать метров тут и оно вот ну действительно оно вот ты выходишь на эту у нас даже вот кстати мы с Мадленом даже говорили об этом почему мы так надолго зависли в пиране дело в том что у нас вот этот вот выход на крышу терраса а сам полуостров он вот как корабль такой у него как вот он остроконечный такой вот и там значит у нас башня такая этот ну маяк там и вот и он как бы как будто сам полуостров он все время уплывает в море в открыт все время уплывает в море а у нас эта крыша одна из самых высоких в городе была и собственно наш этот терраса как на этом капитанском мостике стоишь и то есть у нас пространственно создавалось вот это чувство что мы все время мы плывем вообще все время все время в море мы уходим в море и поэтому вот это как наша тяга к путешествию которая была прям до этого ну реализовывалась она мы прям ну вот все время все время ездили непрерывно просто место на место и и это перестало оно как-то там да вот реализовывалось и но море там да вот оно я тоже его начал как-то совершенно по-другому чувствовать вот когда я там сижу оно все время рядом оно все время дышит то есть у меня не было это что-то бог это был какой-то огромный кот ну я я это все-таки вот океан это другое да конечно 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 да 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 океан это другое это не то что море вот ну это ну это опять-таки это пример о том скорее вот об этом балансе да вот этой угнезденности укорененности обустроенности и путешествия изменчивости такое продолжение пути вот и о том что этот баланс он очень многими вещами опосредуется да очень многими вещами определяется вот и что вот ну и что в каком-то смысле да мы предпрессы понимаем что весь мир это вот этот корабль без какого-либо маяка спереди и вот он плывет вот это весь мир такой вот а да и нас просто мотает да вот конкретно нас мотает вот при этом тоже важно понимать что то знаешь мир такой большой то в каких-то местах вот вообще же не видно что мотает то есть оно как жило так и живет или там люди работали над какими-то проблемами решением чтобы стало хорошо и у них получается вот то есть произошло то есть допустим очень такой прогресс здравоохранения он никуда не делся то есть то есть то есть ну прямо вот там с раком ситуация в отношении там предыдущих лет сильно улучшилось улучшается и будет продолжать улучшаться и так далее то есть вот то есть вот есть масса вещей которые становятся лучше вот при том что вот и это часть вот этого колбашения этого мира то есть это не только что у нас какие-то ужасы происходят происходят ужасы но вот очень важно понимать что еще происходит куча интереснейших раз и полезных и хороших вещей два то есть они происходят это часть вот этого всего пути то есть такая вот история но вот я как раз знаешь когда мы начали сейчас говорить знаете вот мне приходит это вот метафора пути вот что да что мы сейчас на самом пути и в готовности продолжать путь но вот эти вещи откуда мы вышли куда мы идем куда в итоге придем вот это тоже мне как-то так а как об этом можно сказать или что вот эта метафора мне подсказывает на что она что она подсвечивает то что вот мой путь он куда-то вот понятно что у нас есть как это гарантированный результат любой практики это смерть вот да гарантированный результат любой практики легко и непринужденно но вот ну здесь какой контекст ты говоришь в инстинциальном каком-то контексте куда мы это кто человечество это мы с тобой это мы с тобой конечно мы с тобой как часть человечества да безусловно вот слушай я я еще это пока знаешь просто на уровне пум такое появилась я даже еще не ну это повод задавать следующие вопросы совершенно справедливо повод задавать буквально сегодня я же вот это пишу эту свою книжку как то так делал текущую ну там по чуть-чуть каждый день может чуть-чуть там дописываю по абзацу и вот я сегодня об этом в очередной раз зашел потому что вся книжка она про время собственно ну да а время и путь и я вот так захожу в один и тот же вопрос фактически вот что такое время и вот сегодня я его как-то так сформулировал и в общем-то эта формулировка она появилась у меня может быть как не сама формулировка само какое-то вот переживание чувство сам вопрос который еще не был в словах никак формулирован но вопрос такой как сосуществует конечное и бесконечное вот у меня просто с чего началось мое духовное путешествие вот в десять лет у меня это возник вопрос вот я осознал свою смертность ну как осознал ну просто я знал до этого какой-то момент я это увидел вот как-то очень очень сильно прям почувствовал что меня не было и меня не когда-нибудь я исчезну то есть вот я это которое я переживаю как себя его просто перестанет исчезнет эта форма ну как бы я опять же это предполагаю зная что там вот тело разрушится дальше все остальное это неизвестность вот опять же то как я себя воспринимаю там как как перерывание я оно там останется или не останется ну я вот агностиком в этом вопросе остаюсь стараюсь в случае а есть вот это ну чувство точнее не чувство а как бы видение но если не бесконечность то какого-то огромного бесконечного времени уходящего там в прошлое и в будущее всей вселенной там жизни вселенной вот это вот это время пространство всей вселенной и как я с этим соотношусь да тогда какова какова моя каков мои отношения с этим если они какие-то вообще и вот у меня тогда этот вопрос он как-то вот он просто во мне начал не знаю вибрировать вот я не мог никак это в себе уместить разместить вот я даже не мог это никак сформулировать потому что это не формулировалось это трудно было охватить это вот что вот есть это какая-то бесконечность ну как которую мы знаем у меня есть чувство что я в общем то ну вот как я себя переживаю мне же нет чувства что я вот меня не было вот чувство самого нет меня есть знание об этом что меня не было а чувство что я просто есть вот само субъективное переживание и оно как бы оно как бы постоянно же переживать то есть я вижу как форма меняется как характер меняется все меняется а самочувство переживания я есть оно как бы вроде как одно и то же я так субъективно это переживаю то есть оно как бы безвременно по сути вот что бы со мной не происходило я могу себя чувствовать так чувствовать сяк плохо там хорошо разбитым каким угодно страдающим счастливым а вот это чувство я оно как бы движется сквозь все это сквозь все эти переживания ну как бы так я это переживаю и оно как бы безвременно и в каком-то смысле ну как бы на него все это влияет но само чувство это продолжается вот как основа такая и оно безвременно и в то же время я знаю что это появилось и умрет и вот тут для меня такое как раз вопрос вопрос и что как мне как мне жить с этим теперь с этим видением с этим пониманием чувствованием когда я не могу никуда это разместить в себе соотнести как-то вот тут вот это все и возникает а если какая-то конечная точка этого путешествия если вот если это движение то куда оно как зачем тем огромный конечно вопрос тайка приходится все время их решать и решать и решать и решать заново и заново заново ты знаешь но вот мне здесь смущает слово решать потому что реально здесь же вот это можно решить только одним способом leap of faith прыжком веры потому что ну и так это нерешаемое потому что ну вот иррациональные аргументы потом договоришь у меня есть решение хорошо у тебя есть решение окей leap of faith вот потому что для меня здесь как раз вот этот трансперсональный или мистический опыт он и является решением собственно говоря этого вопроса выход за пределы вот этого рационального понимания как раз сегодня вот вспоминали вспоминал вот эту фразу что жизнь это не не загадка которую нужно решить а тайна которую нужно пережить оказалось что это на самом деле ты помнишь чья это цитата ну я я думаю что я знаю что вот этот философ господи как его вандерлеов вандерлеов я слышал что к нему это ну в смысле что я прочитал по-моему я прочитал у Алана Уотца а Алана Уотца на философ вандерлеов нет я нашел пока это киркеггер относится ну фактически он был наследником так что я думаю что он мог цитировать киркеггера а да 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 его все это да но там у него по-другому там не про тайну life is not a problem to be solved то есть какой-то перевод с датского очевидно but reality to be experienced понятно да вот но есть еще прекрасные парафразы этого например у Франка Герберта Фрэнк Герберта это кто это автор дюны цикла романа да тайна жизни это не загадка которую надо решить а реальность которую надо прожить фактически парафраз но там добавляет слово тайна ну может он стырил а следующий да я думаю что стырил еще а еще популярно это жизнь не загадка жизнь просто феномен на который нет ответа на который можно пережить на собственном опыте а это Оша в Хагван наш Шри Раджниш это все идея абсолютно одна и та же тайна как бы звучит ну меня она трогает просто эмоционально да 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 а ты им сказали тайна это сейчас я вам объясню что такое тайна да что жизнь это вот тайна это вот про это что жизнь это не загадка а тайна вот вот это разница вот это я к чему да вот об этом переживании таинственности как не решение но как способности быть этой вот этой вот неразрешимостью ну вот ты придрялся с каком-то словом моему которое а решить 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 я хочу придраться к слову фейтс то есть ну как бы вера потому что тоже как бы это дело действительно этих соотношений слова со словами да то есть что я имею ввиду под решением я как раз имею ввиду под решением это взаимодействие с этим как раз взаимодействие это точно не решение интеллектуальное и понимание интеллектуальное о том что это такое и укладывание в какую-нибудь концепцию интеллектуально все понятно нужно самоубийством жизнь кончать это уже давно все понятно интеллектуально ты придешь только туда потому что смысла никакого нет да ну вот так а просто понятно что вера тут разные отношения с этим словом могут быть тоже. И если это просто вера, как такая догматическая вера, или вот что мне кто-то опять же что-то сказал, это тоже изолирует часто от тайны, собственно. Поэтому здесь все-таки... Человеку же надо во что-то верить. Человеку же надо во что-то верить. Это значит, что вы не верите. Да. Я как раз хочу, во-первых, присоединиться к этому важности мистического опыта. Ну, или там трансперсонального опыта. То есть вот некого выхода за пределы привычного восприятия обычными каналами. Ну, как мы это обычно делаем, так сказать, в повседневности. Но, как я сказал, второе решение, вот для меня это смена вообще парадигмы. Я много раз уже в наших с тобой разговорах об этом говорил, потому что, собственно, то, что мой сейчас путь, что я там как раз и предлагаю и людям, и сам себе, вот то, что там в соту дзен реализуется, это именно реализация. Ну, и ты часто об этом говоришь, что я и есть этот путь, этот путь. Я и есть этот путь. То есть вообще в этом понятии пути, метафоры пути, если мы говорим о жизни, вот есть как раз это ну, как бы ловушка, как мне кажется, что у пути должна быть конечная цель. Ну, по сути, вот куда бы мы ни шли здесь по жизни, мы действительно куда-то приходим, куда-то стремимся, приходим в некую конечную точку. Но, с другой стороны, опять же, если завязывать это на тему нашего намадизма, собственно, странник, он не идет в определенную точку. То есть, он приходит всегда в какую-нибудь точку, он перемещается, он идет из одного города в другой, например. хочет прийти в этот город. Он приходит в него, но это никогда не окончательная его точка. То есть, он живет самим странствием. И тогда получается, что тогда ценность основная, она действительно не в конечном точке, куда прийти. Что-то как бы, если мы говорим о самореализации, например, то реализовать что-то в окончательном виде. Но даже когда это просто вот так мы начинаем об этом говорить, это сразу же становится нонсенсом, мне кажется. Потому что разве можно себя реализовать в окончательном виде? Окончательно как-то. Это что значит? Это как? Например, выучить язык полностью какой-нибудь. Это невозможно. Язык бесконечен. Любой язык. Ты не можешь его выучить в законченный процесс. И что бы мы ни взяли любую тему, любая реализация, это процесс. И тогда получается, что действительно достаточно естественно ценить сам путь реализации чего-то. И вот оно и для меня это решение. А это, скажем, если это какая-то экзистенциальная, метафизическая, не знаю, какая-то основная тема, жизненная. Что такое время? Что такое бытие? Когда это не абстракция, когда это я. Вот я. Я – это время и бытие. Это что? Это как? Если я как бы стучу себя в сердце этим вопросом, тогда и есть для меня этот вопрос, подразумевает какой-то мой ответ или мое слушание и попытку ответить. Попытку и внутреннюю тем или иным действием, словом, не знаю, чем угодно. А потом снова потерять этот ответ, потому что за него нельзя зацепиться и следующий раз, и следующий. Так что, да, получается, что пути есть ответ, ну, вот для меня так. Вот, да, и вот сейчас у меня есть вот эта какая-то такая горьковатость. блин, вот сказали и все, и сразу же упустили. Сразу же вот он в этот момент сказал, вот сейчас мы его поймаем, сейчас вот смысл и ускользает. но вот в этом смысле да, вот это приближение и ну вот это отличается от приближения к дьяволу, это я ненавижу, а вот а то, что я при этом слышу вкус вот этого прямо здесь, вот сейчас вот он здесь сорвалось и можно продолжать. Да, 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 потому что это не где-то там, а вот здесь я его слышу, я его чувствую, я его проживаю. Ну, и, кстати, вот то, что я говорил там про этого Догена, Сотудзен, вот он как бы про это, что вот эта реализация пробужденности это ну вот он же поэт такой, то есть он все очень поэтично говорит метафорами и как раз вот то, как он играет словами, собственно, это не про какую-то, точно не про какое-то рациональное понимание, это про какой-то вот этот указатель метафорический или там словесный вот этот вот пан, как там вот эту вот игру слов, которая тебя что-то вот раз куда-то действительно направляет просто, куда-то заставляет тебя слушать в какое-то место. И вот он про вот это Будди, ну как бы у нас есть целый там понимание какое-то то или иное буддийского пробуждения. И вот он говорит, что существует след пробуждения, которое невозможно ухватить. И мы бесконечно воплощаем этот неуловимый след пробуждения. То есть это вот то, о чем ты сейчас сказал, да? Вот это вот оно ну да, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я не могу его ухватить, но мы делаем это как раз вот тем, ну например, даже сейчас с вами этим разговором, да, вот мы задаем эти вопросы моих вот куда-то вот сюда подбрасываем. Ну вот здесь тоже всегда встает, ну для меня все-таки важен вот этот момент сопряжения, да, то есть что вот это ощущение переживания смысла, да, оно вот за счет, во многом за счет вот этого, за счет фокуса внимание вот этим плохоуловимым, не очень рациональным, не очень бытовым вещам. Вот там мы ловим переживания смысла, да, но при этом для меня всегда еще очень важно, а как мы, вот это соединяется или вот как оно неразрывно с вот этим повседневной жизнью, да, что это не только отдельное спрашивание, молитва, медитация и так далее, но это еще вот какая-то отсоединенность, но опять-таки ответы-то тоже там как всегда простые, вот он, океан, это Бог, идешь к океану, идешь к Богу, что еще, вот идешь гулять с собакой к океану, идешь к Богу и как это милосердию живым существам, да, ну вот как-то так. Ну вот я даже сейчас, вот если говорить о совсем бытовых вещах, вот у меня сейчас идет ретрит, который я назвал только тепло, мы его начинаем с чаепития. Чаепития, превращенная вот в медитативную, можем сказать, религиозную, духовную практику. И в принципе, если взять вот японское там, особенно японское все-таки, там Китай была там в своей традиции, вот в Японии, особенно в монастырской традиции, это действительно как религиозный ретрит, да, даже и у мирян тоже. И вот собственно, что мы делаем? Мы с этой чашкой взаимодействуем. Я говорю, давайте ее подставим, вот начинаем мы там на нее смотреть, всячески ее. Потом, например, я делаю такую вот вещь, что меняем перспективу. Сначала мы смотрим на нее как на отдельный объект, а потом расширяем, видим его композицию с другими объектами. А потом третий шаг, это включить себя в эту композицию, что я не просто отстраненный наблюдатель, а я соучастник этого вот некого события здесь, события такое, вот события. И многие люди говорят, что это что-то такое, раз, вот это раз и делает. Вот это такое изменение перспективы. А я говорю, что как-то вдруг все оживает, вдруг все становится волшебным, вдруг все становится таинственным, вдруг все становится каким-то другим. А действительно, получается, вопрос только в смещении, причем в таком легком смещении какой-то вот этого точки откуда и как я воспринимаю. И тогда действительно получается, что любое действие может становиться актом духовным. Или вот сегодня я тоже говорил как раз по эту практику Шикантаза. Фактически, на мой взгляд, Дуген создал Куан с самой этой практикой. То есть Куан же это что такое? Это как-то сшибка нарративов. Вот один нарратив, другой как шутка работает. Какое-нибудь там одно предложение на него друг, там Штирлиц склонился над картой, его неудержимо рвало на родину. То есть как бы две смысловые какие-то позиции сшибаются и нам становится смешной у нас в этот момент останавливается. То есть как бы один нарратив предлагает одну такую дорожку логическую, а другой дает совершенно параллельный смысл. Они совмещаются и возникает такая объемность, которую мы занимаем смехом, потому что нам сложно с этим как-то и вот у нас тишина возникает, которая в смехе. А Куан фактически это большая шутка такая про реальность, когда на какое-то время что-то меняется. Но Даген он взял простое действие, как просто сидеть, как вот я даже сегодня приводил свои лекции ну как пример такой. Это же очень естественное действие, что-то делать, 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 а потом здесь отдохнуть и не делать ничего. Мы сейчас это перестали делать. Мы идем сразу куда-нибудь в Facebook, YouTube, еще куда-нибудь, чем-нибудь другим занять. Переключение рода деятельности это прекрасно, я этим все время занимаюсь. Но вот эта способность работать, 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 сверотачиваться на чем-то, а потом просто сесть и ничего не делать. Это вот деревенские люди часто видно. Раньше во всяком случае было, сейчас они наверное тоже с телефона и все. Раньше было, не обязательно деревенские, у меня бабушка там что-нибудь работает в огороде, потом сядет тут на крыльцо и сидит. И это такое отпускание всего, пусть это на несколько минут всего произойдет, но вот она, это просто такой отдых. И в то же время в этот момент происходит такое расширение, вот человек был сосредоточен на действии, вот он копал землю, он что-то делал там, вот он сел и как-то раскрылся к миру, сразу тут больше всего возникло, тут птички, тут значит то и все, пятое, сятое, тут вот как-то дыхание, тут все. И фактически вот это действие, Доген не сам его придумал, он взял это из Китая, но он как бы оформил это еще в определенном, вот даже в самом этом выражении, только сидеть или просто сидеть. Вот мы это только сидим, но как мы к этому относимся? Мы говорим, что это наше, ну, переводя на какой-нибудь язык наш, там, богослужение, да, то есть там просто, ну, то есть это наша духовная практика, это наша религиозная практика, это наша реализация самого важного и главного, что мы, что существует в жизни. И получается тоже шибко нарративов, может быть, не словесных, а нарративов отношения. То есть я, когда я просто сижу, я просто отдыхаю, а когда я занимаюсь духовной практикой, я всего себя в этом отдаю, вот, и тут я это как-то все совмещаю. И получается что-то вот такое объемное, что-то не укладывающееся в одну или другую категорию, в один или другой этот самый, ну, полярность какую-то. Он как бы раз и объединил это все. И вот почему я об этом забыл? А, ну, то, что это повседневная какая-то простая вещь, что-то не надо в церковь идти, там, что-то даже к океану не надо идти, вот, сел и посиди. Можно просто так, это не обязательно для всех, кому-то важно в церковь, кому-то важно в океан, кому-то еще куда-то. То есть, но способов больше, чем один, точно. Да, это тоже такой, я понимаю, что это быстропроходящий современный, ну, как-то для ритма современного человека быстропроходящий момент. Какой? Ну, вот это, просто сидеть. Если он есть, он может вызывать какое-то подозрение, если, опять-таки, его специально не оформить. Ну, я понимаю, что я вот сейчас, когда веду занятия, я, когда мы завершаем какую-то, ну, практику двигательную, там, с погружением и так далее, не спешите выходить, в какое-то время просто побудьте еще после этого. Такое. Я помню, что у меня вот это, помнишь, мы делали, по-моему, жмуриться на солнце, да? Нет. Не делали? Вчера, да, в Турции. Не делали. Значит, это я в какой-то, это, наверное, когда я отдельно свой проводил, мы вот этого делали. Вот тоже, это как-то какой-то момент пришло, что вот вот уже достаточно всего. Да, даже я помню, в какой момент это пришло, это на тренинге в Киеве в 19-м году. Просто я помню, прям, момент, что вот в этом зале и вот это солнце, мы просели, тоже после чего-то, как-то вот, между чем-то и чем-то. И вот это какой-то такой момент достаточности и вот этого действительно контакта с бытием, он приходящий, он занимает действительно несколько минут. Но он какой-то вот очень подчеркивающий ценность вот бытия как такового. Ну, кстати, здесь еще вот опять же вспоминая японскую культуру, мою любимую, там же как эстетика, вот она появлялась. вот мононуавара, то, что они называют, его часто переводят на русский печальное очарование вещей. И вот там это как бы там могут быть разные оттенки, но вот этот прижился и в принципе этот оттенок часто проявляется в этом эстетическом принципе, что, ну, как сказать, вот вещь, она действительно скоротечна, в смысле она приходящая. Ну, вещь в самом широком смысле. Опыт, да, любой опыт. Вот как раз это конечность чего угодно, что-то уходит, любая красота уходит, любая красота уходит. И да, вопрос, как я отношусь к этому. В смысле, что она уходит, это факт просто. Как я отношусь к этому? Сейчас, что я могу либо, значит, ну, как минимум расстраиваться, да, и говорить, что, ну, все уходит, все угасает, все разрушается, все тлен, да, вот все. И тогда это будет, мое отношение будет разрушать красоту. Когда я буду ее видеть, я буду говорить, ну, это же уйдет когда-нибудь, что ей тогда наслаждаться сейчас, что ей ценить, зачем, да пропадя на пропадом, это красота вообще, лучше бы не видеть, не расстраиваться, когда это уйдет. И тогда любое переживание, любовь, там, не знаю, что угодно, отношения, дружба, вот, ты помрешь когда-нибудь, что с тобой сейчас разговаривать? Дождетесь. Тогда это вот обесценивается. Это вопрос, а как вы не оценить это? А вот как раз они, японцы эти, догадались, что, а мы именно за счет этого и будем это ценить, именно потому, что это уходит. В этом будет неизбежный оттенок печали, тогда очарование вещей будет печальным, но я могу ценить и эту печаль тоже, я могу ценить объем этого переживания, я вижу красоту одновременно, именно одновременно есть эта печаль, что она уйдет, и, может быть, и сейчас уходит. И это способ принять, объять вот эту реальность, как она есть. Вот это такое вот эстетическое отношение к этому. Ценить уходящее, ценить исчезающее. Да, я тоже вот этот аспект зачастую привожу, когда мы говорим о печали, о смысле печали, когда с эмоциями работает. И буквально сегодня как раз мы тоже смотрели, я вот эту идею предложил людям, посмотреть на их распространенное эмоциональное состояние, которое вот их как-то задевают или волнует, или просто значимо для них. Посмотрите, как они связаны с ценностями. И как раз, что печаль, допустим, от расставания с человеком, это она очень ясно подчеркивает, что мне близость с ним важна. Вот этот момент, то есть это не просто печаль, потому что если бы это не было ценным, то у меня бы не было печали. Да, поэтому в этом смысле печали, она подсвечивает ценность того, что я вижу, красоту или близость или вот вот эту любовь и так далее. вот это, а, так это же, то есть и тогда эта печаль становится дорожкой к этой ценности. Кстати, вот ты сейчас сказал, ах, это как раз вот мононоавара, оно, вот это слово авара, оно происходит от слова апара, а слово апара означает вот это, ах, 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 да. Ну что же, мне кажется, вот на этом слове, ах, нам можно завершить сегодня. Да. Давай. субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok